Итак, друзья, следующее нарушение или разрушение, которое вам следует все-таки контролировать, это клиновидный дефект. Он обычно появляется вот в этой пришеечной области. Он выглядит иначе, чем кариес. Если при кариесе здесь все коричневое, то здесь, ну, в худшем случае, может быть, конечно, покрыто пищевыми красителями, но чаще всего это не видно. Иногда человек обнаруживает у себя клиновидный дефект, потому что вот есть некая такая кромка, за которую он зацепился ногтем. Вид сбоку такого нарушения примерно такой. Примерно вот так это выглядит. Вот так. Ну, дальше у нас там корень пошел. Дальше корень десне. Вот примерно так это выглядит. Почему он называется клиновидный дефект? Потому что он в виде клина. Ну, можно так его изобразить, чтобы больше на клин был похож. Но очень часто бывает вот этот клин вот сюда вниз. И почему человек может зацепиться здесь ногтем? Потому что там достаточно такой острый краешек. Как такое происходит, почему такое случается, мы не будем рассматривать, как вообще такое получилось. Просто технически получается это из-за того, что исчезает вот здесь эмалевый слой защитный, после чего дентин начинает потихоньку выгнивать и вымываться. По сути, это тоже одна из разновидностей кариозного процесса. И одна из причин этого может быть вполне пища, которая оставалась здесь. Это то, что мы рассматривали с вами в прошлом уроке. Это то, что мы с вами рассматривали в позапрошлой части. Если пища остается здесь, растворяется эмаль и, следовательно, начинает вымываться дентин. И он вымывается. У человека могут появляться в этой области чувствительность на сладкое, на холодное. Людям это не нравится, потому что при чистке зубов это место тоже может быть достаточно болезненным. Или когда ногтем проводишь по этому месту, тоже может быть достаточно болезненный. Но у некоторых людей это проходит совершенно безболезненно и незаметно. Иногда человек живет и даже не замечает, что у него такой процесс здесь идет. И обычно он идет, не останавливаясь. А внутри здесь у нас нерв находится. И он идет так в сторону нерва. И, в общем, ничего хорошего в этой ситуации нет. Что можно сделать в этом случае? Чтобы это избежать, опять же, отсылаю вас к позапрошлому уроку. Я там рассказал, какие гигиенические средства и как их осуществлять, чтобы убирать отсюда пищевой остаток, чтобы вот эта часть эмали не была под таким ударом. Если же у вас уже появился такой клиновидный дефект, то его нужно закрыть материалом. Но это делает обычный уже стоматолог. Он здесь аккуратненько все чистит, накладывает материал. И, следовательно, потом вы ходите с закрытым этим пораженным местом, но разрушение дальнейшего не идет. Ну, в большинстве случаев. Иногда случается, что это как некая включенная программа. Эмаль продолжает исчезать и уже ниже исчезает и так далее. Ну, хорошо. Это все не происходит в одночасье, ни за одну неделю, ни за один месяц. То есть, позже, если вдруг процесс поразит большую площадь, чем было до этого, ну, снова надо посетить стоматолога и снова закрыть материалом. Вот. Я редко за всю свою практику видел, чтобы это шло и шло и шло и шло и шло. Чаще всего все-таки мы закрываем какое-то одно место и все. И на этом все останавливается и дальше уже процессоразрушения не происходит. От чего зависит, так скажем, дальнейшая судьба вот этого места леченого, она зависит от специалиста, которого вы себе выбрали. Если вы выбрали правильно, у вас это все будет хорошо, как можно максимально дольше держаться, будет качественно, выглядеть хорошо будет. Вот. Если вы ошиблись в выборе, то со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вы всегда можете посмотреть на отдаленные результаты. Если они вас не будут удовлетворять, вы можете поменять специалиста, потому что здесь имеет значение все. От момента обработки кариозной полости вот этой для качественного закрытия и продолжая подбором правильного материала и продолжая правильной шлифовкой и, в общем, полировочкой этого места. Вот, друзья, это еще одно разрушение, которое может настигнуть передние зубы. Поэтому используйте эту информацию и все-таки отсылаю вас к гигиене. Чтобы избежать подобных вещей, прямо сегодня начинайте хорошо, качественно очищать. Хорошо и качественно – это не значит с грубо, с силой, с жестокостью. Вот этого делать как раз нельзя, потому что здесь край эмали, который должен заходить немножко под десну. И если вы грубо очистите зубы, то край десны начинает преподниматься, и он поднимается выше этого края эмали, и здесь однажается, можно сказать, дентин. Он там покрыт еще тонким слоем природного цемента, но все это уничтожается, и тогда клиновидный дефект просто начинается отсюда. Ну, а потом он просто расширяется, расширяется. Вот те моменты, когда ногтем особенно цепляешь здесь за край эмали, чаще всего это и есть вот этот момент, когда десна поднялась, и разрушение пошло выше того уровня, где находится край эмали. Поэтому эмаль еще прочная, она острая, и за него, как раз за этот край и цепляются люди. Но бывают и другие ситуации, когда никакой ногтем не цепляется. Это вот ситуации, когда разрушение, вымывание минералов происходит ниже. На самом деле, друзья, здесь происходит просто размягчение и вымывание минералов. Вот эту ситуацию нужно избежать, поэтому ваша правильная гигиена имеет значение. Здесь не свалишь все уже на пасту и на щетку, потому что выбираете пасту и щетку вы, выбираете силу давления опять-таки вы, и лучше всего понимать, к чему приводит каждый ваш выбор. Итак, успехов! Увидимся на следующей части.